Уважаемый господин президент, ваше превосходительство. Прежде всего, хочу выразить вам благодарность за приглашение и гостеприимство. Очень рад находиться в вашей стране, обладающей древней историей. Этот визит внесет большой вклад в развитие египетско-азербайджанских отношений. В прошлом году мы принимали в Азербайджане президента Ассиси. В этом году совершаю визит я. То есть это показывает, что политический диалог носит регулярный характер. Мы договорились продолжать его и дальше. Я пригласил президента Ассиси на предстоящую в Баку конференцию КОП-29. И рад, что мое приглашение было принято. В то же время я сказал, что Египет успешно председательствовал и принимал КОП-27. Я поздравил коллегу по этому случаю. В то же время я обратился для изучения опыта Египта в этой области. И наши делегации находятся в постоянном контакте. В ходе обсуждения международных вопросов стало ясно, что у нас нет разногласий. Во всех международных вопросах наше мнение совпадает. На самом деле мы активно работаем в рамках международных организаций. В том числе активно сотрудничаем в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества. Прилагаем совместные усилия в деле укрепления исламской солидарности. Как вы знаете, Азербайджан при поддержке Египта в течение четырех лет председательствовал в Движении неприсоединения. В результате этого председательства движение приобрело еще больше возможностей. В период нашего председательства в Движении неприсоединения урегулирования Палестино-Израильских отношений и создания независимого палестинского государства всегда находились в центре внимания. Было проведено много мероприятий. Позиция Азербайджана однозначно. Должно быть создано независимое палестинское государство. Восточный Иерусалим должен быть его столицей. Необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну. И все вопросы должны решаться путем переговоров. Я сказал президенту Ассисе, что мы поддерживаем усилия Египта в этих направлениях, и инициативы, выдвинутые Египтом, должны быть приняты во внимание. В то же время мы обсудили процессы на Южном Кавказе. Я сказал, что в настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госкраниц. Согласован участок госкраницы протяженностью почти 12,7 километра. Путем переговоров в Азербайджану возвращены четыре села Газахского района Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией. И мы оцениваем это как позитивный факт. Также считаю, что есть хорошие возможности для прогресса в переговорном процессе. Во всяком случае, Азербайджан готов к этому. Я также отметил, что Азербайджан в сентябре прошлого года полностью восстановил свой государственный суверенитет и территориальную целостность. Конечно, это станет важным фактором на нашем пути к нормализации отношений с Арменией. До внимания моего коллеги также было доведено, что около двух лет на условной Азербайджана-армянской границе спокойно. Никаких нарушений прекращения огня не наблюдается. Что касается двусторонних отношений, рост объема торговли — это, конечно, позитивный факт. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз. Однако абсолютные цифры нас пока не удовлетворяют. Подписанные сегодня документы и договоренности, уверен, помогут нам и в этом направлении. Уверен, что будут достигнуты хорошие результаты в первую очередь в области энергетики, производства возобновляемых видов энергии, нефтяной промышленности, фармацевтики, алюминиевой промышленности и в других сферах. Сегодня мы также провели обмен мнениями в связи с новыми транспортными коридорами. И транспортный коридор «Восток-Запад», и транспортный коридор «Север-Юг» проходят через территорию Азербайджана. На территории Азербайджана вся инфраструктура создана, и таким образом открываются прекрасные возможности для сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Члены делегации проинформировали нас об очередном заседании совместной межправительственной комиссии. Последнее ее заседание было проведено два года назад. Очередное заседание комиссии, наверное, будет проведено в этом году. Уверен, что все данные президентами указания будут серьезно обсуждены. И таким образом мы сделаем очередной важный шаг в направлении сотрудничества. Уважаемый господин президент, ваше превосходительство, хочу еще раз выразить вам благодарность за гостеприимство, оказанное мне и делегации. Уверен, что мы вновь встретимся с вами в ноябре в Баку в рамках КОП-29. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.